Я увидел ее и сказал Ты прекрасна, как майская роза Ты пион, мне сказала она Вместе быть и цвести мы не можем Пион, род травянистых многолетников и листопадных кустарников Единственный род семейства пеновые Ранний род относили к семейству лютиковых В народе называется воронец Одним из самых дорогих и очень популярных сейчас растений в странах Западной Европы, Соединенных Штатах и Канаде является именно такой пионус колесный или тонк лесный В России этот цветок известен лишь немногим старым цветоводам Новички-любители, а порой и специалисты, в лучшем случае лишь слышали о нем В Красной книге не только РСФСР, но и СССР пион тонк лесный, имеет статус редкого вида Между тем, он был довольно широко распространен в 60-70-х годах, но вскоре исчез из наших садов В прошлом, это растение, довольно часто встречалось на степных участках, степной зоны, и изредка отмечалось в лесостепе Воронежская область, Бобровский, Толовский районы и к югу от них Теперь это растение, отмечается на некоторых степных и каменистых склонах, преимущественно в бассейне Северного Донца Этот пион нуждается в повсеместной охране Растет по склонам балок, реже среди кустарников, и по опушкам нагорного ирачных лесов Всегда в местах близкого залегания грунтовых вод Пионус колистный, представляет собой травянистый кустарник, с весьма интересными листьями, которые имеют рассеченную структуру, что расположены по всему стеблю Кусты взрослого растения напоминают шар, который во время цветения полностью усыпан цветами, диаметром до 15-25 см Одиночные, имеющие насыщенный красный или темно-малиновый окрас Кусты пиона у скалистого, в высоту, могут вырастать около 50 см Цветение тонколистного пиона раннее, весеннее, одновременно с поздними тюльпанами Довольно короткое, но необычайно яркое Развитый куст, несет по несколько десятков цветков, с тонким благородным ароматом Сам цветок состоит из 10 лепестков А в середине располагаются желтые пыльники Цветет пионус колистый до конца июля Главной особенностью этого вида пиона является то, что после того как он отсветет, на стебле образуется семенная коробочка С довольно крупными семенами Которые можно высаживать Семенная коробочка звездообразной формы Каждая листовка открывается по шву, и имеет несколько семян, прикрепленных к краю брюшного шва Семена крупные, округлые или овальные, черные или черно-бурые, блестящие Чтобы всхожесть семян была эффективной, их необходимо собирать до полного созревания, и хранить до сентября в прохладном месте Лучше всего в холодильнике Согласно китайским источникам, интерес к пенам, как декоративным растениям, начался в период правления династии Цинихань, ранее 200 лет до нашей эры Таким образом, пионы в культуре уже более 2000 лет С 1982 года, в Лаяне, Китай, проводится знаменитый фестиваль пионов И его ежегодно, посещают 20 миллионов туристов В город организуются, особые пеновые туры Все мероприятия, на этом зрелищном празднике, посвящены королю цветов Концерты, танцевальные шоу, научные конференции, выставки живописи и каллиграфии, ярмарки Самое популярное место, парк Уангченг, в котором можно увидеть плантации, и древние архитектурные комплексы Растения очень устойчивы к заболеваниям Проблемы могут быть вызваны, лишь замоканием в периоды дождей Или зимних оттепелей На недостаточно дренированных почвах Иногда появляются тля, культивируемые черными земляными муравьями Возможно повреждений цветочных почек и лепестков с сильными заморозками Теперь, услышав все, вы можете поделиться информацией о пионе ускалистном Среди своих друзей-садоводов С вами был Велес До новых встреч, подписывайтесь, и следите за новыми чудесами природы на нашем канале Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин